Депутатская комиссия по лишению неприкосновенности от Амбаева вынесла свое заключение. Профильные комитеты тут же его одобрили. Депутаты, вы открываете путь к узурпации власти со стороны Сурумбая Чиенбекова. Вы должны это прекратить. Закон обратной силы не имеет и точка. СДПК выступила с заявлением. Экс-президенты не могут лишить иммунитета, а спецкомиссия депутатов незаконна. Сейчас власти не остановятся. Если не остановятся, может привести к жесткому политическому кризису. А что говорят эксперты, а они неожиданно начали заступаться за Раима Миллиона. Его деятельности уже дана заранее негативная оценка, что общественному мнению нужна мишень. Госферный разведник недавно подтвердил, что на самом деле писано только 199 тысяч долларов, и все на законных основаниях. Добрый всем вечер. В Бишкеке 19.30. А это значит, что в это время на телеканале «Апрель», как всегда, начинается вечер новостей. Меня зовут Манас Аджгитов. Эту комиссию уже назвали реактивной. Несколько коротких заседаний и уже готово заключение. Речь о депутатах, которые собираются лишить Алмазбека Тамбаева неприкосновенности и посадить его в тюрьму. Объяснить такое рвение несложно. Очевидно, как говорят соратники экс-президента, за действиями парламентариев стоит аппарат президента во главе с Уранбаем Джейенбековым. Второй день работы депутатской комиссии. На сцене снова обиженные на Тамбаевскую власть. Но Канадпека Исаева в зале по-прежнему нет. И вчера, кстати, его тоже не было. После слухов о его избиении парламентарий пропал и на людях не появляется. Бывший председатель ГКНД Кенежбек Душибаев убежден, что Алмазбека Тамбаева надо лишить неприкосновенности и судить. Оказывается, все эти годы чекист собирал доказательства. А Тамбаев в своих выступлениях перед народом часто нарушал межрегиональное согласие. Все вы знаете, как он оскорблял на рынчан, а жителей Таласа он как-то назвал потомками Абыке Кабоша и даже грозился передать область Казахстану. Мы должны дать всему этому правовую и политическую оценку. Присутствующие ахнули, но Душибаев останавливаться на этом даже не думал. Он привел и другие доказательства виновности Атамбаева. Он плохо отзывался в отношении руководства Казахстана, Турции, России. И таким образом он нанес вред международным отношениям. Бывший судья Конституционной палаты Клара Соронкулова тоже дала свои показания. Со своей работы она ушла именно во время президентства Атамбаева. Была организована целая кампания, в которой, кстати, и парламент принял участие. Мне не дали возможности даже прийти выступить в парламенте. И в результате всего этого бесчинства меня лишили должности. Впрочем, Соронкулова пыталась всем доказать, что обиженной себя ни в коем случае не считает. Мы не обиженные. Мы жертвы узурпации. Причем я никогда особо о себе не говорю. Но вчера здесь сидели люди, которых осудили просто за то, что они хотели реализовать свое право на свободу слова и на свободу собраний. И вместо этого журналисты обозвали их обиженными. Эти люди отбыли срок. Эти люди испытали на себе все бесчинства, весь произвол, все беззаконие. Каждый докладчик считает своим долгом подчеркнуть, что власть при Атамбаеве была узурпирована. Однако никто из них не посмел то же самое сказать про Сорумбая Джейнбекова. Ни для кого не секрет, что едва ли не все ветви власти сейчас прогнулись под аппарат президента. Депутаты, вы открываете путь к узурпации власти со стороны Сорумбая Джейнбекова. Вы должны это прекратить. Вот Атамбаев в свое время выдвинул своего руководителя аппарата президента в премьера. Вы и все дружно поддержали эту кандидатуру. Сорумбай Джейнбеков тоже выдвинул премьеры руководителя своего аппарата. Вы не изменили своим привычкам. Вы должны дать этому оценку. Чего молчите? Но это было явно не по сценарию. Депутат Канабек Иманалиев попытался сделать так, чтобы активист замолчал. Не вышло. У депутатов, которые стали обвинителями, самих рыльцы в пушку. Евгения Срокова резко забеспокоилась о будущем. Мол, а вдруг завтра политическая ситуация снова изменится. В адрес нашей комиссии сейчас тоже будут лететь камни, потому что за плечами представителям некоторых... Некоторых представителей нашей комиссии есть тоже черные пятна. Так что давайте сделаем так, чтобы потом в последствии нам тоже не пришлось нести ответственность за наше неправильное решение. Комиссия готова заслушать всех, кто выступит против Атамбаева. Даже Наримана Тюлеева. Но он не пришел. В парламент он отправил дочь. Попросил ее зачитать его обращение. Признаки узурпации власти начались с моего ареста под стражу. На моем примере он показал свою абсолютную власть и дал сигнал многим депутатам, чиновникам, предпринимателям, что их ждет то же самое. Дальше депутатская комиссия заседала в закрытом режиме. Готовили заключение. Ну и сегодня же также молниеносно заключение спецкомиссии по Атамбаеву рассмотрели сразу два парламентских комитета. По правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции и комитет по конституционному законодательству, госустройству и судебно-правовым вопросам. Оба комитета без долгих дискуссий решили направить заключение уже на рассмотрение всей палаты. Докладчиком на сессии определён Ханыбек Иманалиев. Он сообщил, что заключение комиссии на заседании Чувар-Куки-Неша могут рассмотреть уже завтра. Список обвинений, выдвинутых экс-президенту, отметим сегодня, сократился. Члены комиссии убрали пункты, по которым Алмазбек Атамбаев якобы нарушил законы, будучи ещё премьер-министром. В чём же обвиняют бывшего главу государства? Смотрите в следующем сюжете. Помните песню про пять причин? Вот у депутатов их много больше. Подтягивать обвинения к прежней власти за уши политики научились уже больше года назад. Вкупе всё то, что вменяют Атамбаеву, парламентарии называют узурпацией власти. Давайте-ка узнаем, что они понимают под этим словом. Первое обвинение заключается в том, что за время своего премьерства, не президентства, Алмазбек Атамбаев якобы выручил 123-м россиянам наградное оружие нашей республики. Оно выдаётся в том числе за вклад в развитие материально-технической базы МВД. В 2015 году в России произошёл крупный скандал, когда у преступников, занимающихся рейдерским захватом зданий, обнаружили наградное оружие из нашей страны. Примечательно, что огнестрелы ГЛОК-19 они получили напрямую из Австрии, где и изготавливали оружие. То есть через Кыргызстан эти стволы не проходили. Самого процесса награждения тоже никто не видел. Члены ОПГ платили за оружие депутату Российской Думы. А он, в свою очередь, обещал получить пистолеты через знакомого в МВД Кыргызстана, а не через главу правительства. Едем дальше. Причина номер два – нашумевшее освобождение Азиза Патукаева. Якобы криминальный авторитет освобождён чуть ли не личным приказом главнокомандующего. А ещё депутаты считают, что тут не обошлось без коррупции. Причём все эти выводы сделали благодаря показаниям свидетеля экс-вице-премьера Шамиля Атаханова. А его, в свою очередь, правоохранители за эти показания, ну, то есть за содействие следствию из СИЗО, отпустили под домашний арест. Ещё одно громкое обвинение – коррупция на ТЭЦ Бишкека. Сюда же можно сразу прикрепить реконструкцию исторического музея и строительство ЛЭП Даткакимин. Ну и, разумеется, уверены депутаты, ко всем этим процессам руку приложил именно Атамбаев. По их формулировке он вмешивался в деятельность других ветвей власти. Собственно, сам Атамбаев не скрывает, что действительно активно участвовал в продвижении этих проектов. Благодаря чему страна достигла энергонезависимости. Новую мощную ТЭЦ нынешнее правительство может смело топить отечественным углём. А историческим музеям можно было бы уже давно хвалиться всем иностранцам и наше молодое поколение к истории приобщать, если бы нынешняя власть больше года не тянула с открытием. Добрались и до жилища экс-президента. Участок на строительство дома в селе Койтаж Атамбаев якобы получил незаконно. При выдаче не были соблюдены сроки и условия получения. И произошло это при содействии должностных лиц УАО ТНК «Достан». Но на деле землю Алмазбек Шершенович приобрёл на собственно заработанные деньги по рыночной её стоимости. Также Атамбаев якобы аффилирован с частными компаниями, задействованными в разработке месторождения «Кассан» и реализации проекта «Умный город». Как именно они обнаружили связь, не спрашивайте, не объясню. Сегодня заседание комиссии продолжилось. Примечательно, что в ходе обсуждений депутаты всё-таки исключили из перечня все обвинения, по которым Атамбаев фигурировал в качестве премьера. По восьми из девяти первоначальных пунктов проверку сейчас проводят правоохранительные органы. Олеся Цурикова, Рустем Раимбеков, телеканал «Апрель». Соратники Атамбаева прокомментировали попытки лишить экс-президента неприкосновенности. Канад Канеметов собрал самые важные цитаты. Уже всем становится ясно, что единственная цель – это выбить из политического поля экс-президента Атамбаева, потому что на сегодняшний день он единственный оппонент сегодняшней действующей власти. Экс-президент Атамбаев приобрел статус экс-президента 24 ноября 2017 года, в период действия закона о гарантиях деятельности президента Харьковской республики, согласно которой не было предусмотрено привлечение к ответственности экс-президента. Складывается ощущение, что основными игроками комиссии являются те депутаты, у которых есть свои личные обиды для сведения счетов с экс-президентом. Мы все понимаем, что сейчас делаются попытки любой ценой до того, как уйти депутатам на каникулы, лишить экс-президента Атамбаева статуса экс-президента и привлечь его к уголовной ответственности. Атамбаев, экс-президент Кыргызстана, не будет объектом такой безнаказанной, такой беззаконной травли. Он себя защитит. И он будет готов ответить на все вопросы, которые будут интересовать гражданского общества и соответствующие органы, но тогда, когда будет официальный документ. На сегодня, как мы поняли, официальный документ может даже и не существует. Они должны были заслушать представителей экс-президента сегодня, вчера, сегодня на комиссии. Никто же не приглашал. Вот так, скрытно, тихо, трусливо. Боятся, значит, боятся. Боятся аргументов, которые выставят представители экс-президента. Боятся. Поэтому будем считать, когда это политический заказ. Но это и есть политический заказ. Если они завтра все процедуры не будут соблюдать, то, значит, это будет просто подтверждением. Сейчас власти не остановятся. Если не остановятся. Может привести к жесткому политическому кризису. И как все-таки выходом оттуда, наверное, будет уже, возможно, это реально, как сейчас Кундуз Голубай сказал, смены элит. Смены политических элит. Никто из сегодняшних этих вот интриганов, которые сегодня заваривают кашу, выигрышей не будут. Не пойман, не вор. Общий тезис круглого стола, состоявшегося сегодня в информационном агентстве 24KG. Хотя тема была заявлена, как коррупция под прицелом политики, однако рассматривали не коррупцию в целом, не борьбу с ней, обещанную президентом, и даже не борьбу с политическими оппонентами под прикрытием борьбы с коррупцией, а журналистские расследования по Раиму Матраимову. И политологи едва ли не в один голос, за редким исключением, твердили, что еще ничего не доказано. Презумпцию невиновности никто не отменял, а увольнение Раима с поста замглавы таможни и есть тот самый коррупционный сговор. Юлия Кулешова собрала неожиданное высказывание экспертов в один сюжет. Президент молодец, обозначил борьбу с коррупцией, но коррупция стала элементом информационной войны. А на информационной войне первой убивают правду, и кому-то выгодно кошмарить определенных людей. Задал тон обсуждению модератор круглого стола Игорь Шестаков. Политолог Широдил Бактогулов эстафетную палочку подхватил и заявил, что главной мишенью стал Раим Матраимов. Его деятельности уже дана заранее негативная оценка. И опять-таки из политтехнологии нам всем прекрасно известно, что общественному мнению нужна мишень, а не права человека. Если мы говорим о сговоре, тогда давайте смотреть сговоры между теми людьми, кто увольнял. Большую часть своего выступления Бактогулов посвятил разбору расследования Азатыка, сделав акцент на том, что издания финансируются Америкой. Кем финансируется государственный пятый канал, чья журналистка Эльнура Алканова подвергла сомнению материала Азатыка, Бактогулов не счел нужным уточнять. Тон ему высказался и политолог Марат Казакпаев. Нет, говорит, в расследовании Азатыка о выводе миллионов долларов из Кыргызстана к кланам от Раимовых достоверных фактов. А вот слова финнразведки, глава которой является свояком Раима, и собственные слова родного брата Раима, это да, это другое дело. ГОС Финнразведки недавно подтвердило, что на самом деле писали только 199 тысяч долларов, и все на законных основаниях. Вот была передача, вы же знаете, с участием с Кыргызстана Матраимова, он моментально со всеми бумаги показывал, что на все есть бумаги, откуда, куда перетекать и так далее. Были выступления бывших и нынешних таможенников и так далее. И мне очень примечательно то, что выступил бывший глава ГТС Азамас Улайманов. Вот мы его пригласили, но не пришел. Там он хорошо высказал, что это обычное дело, когда переводится не то же 700 миллиардами долларов. Поэтому очень хотелось бы тех противник критиканов, которые критикуют непосредственно Раимбека Матраима и его семью. Пригласили и представителя банковского сектора, но тот лишь подтвердил, что когда кто-то хочет вывести за пределы страны все, что нажито незаконным путем, то сделать это может вполне законно через коммерческие банки. Тут подключился политолог Багытпа Китаев, заявивший, что Раим Матраимов строит школы, помогает людям, а того и известен. А расследование Азатыка не убедительно. 700 миллионов, говорят. А для чего? Я понимаю, такие вот сравнения в литературе есть. Отвлекать внимание к большим суммам и тем самым сразу же осудить человека. А где презумпция невиновности? Азатык обязан раскрыть источники своей информации, уверен Марсари. В закон о защите профессиональной деятельности журналиста, видимо, политологу не писан. А так-то борьба с коррупцией идет. Неприкасаемых нет со всей серьезностью, заявил эксперт Иделя Сманбетов. Но весь этот информационный шум только вредит имиджу страны. Тем более, что коррупцию тяжело найти и сложно поймать, подхватил другой эксперт Алмаз Таджибай. Спасет только команда профессионалов во главе с главным суперменом. Теперь президент пришел и будет. А его нужно бороться комплексно и системно. Системой? Системой. И эта система. Ну а эта система, о которой мы хотим бороться, в его руках огромнейшие ресурсы. Едва ли не в самом конце круглого стола, когда большая часть журналистов уже ушла, очередь дошла и до экспертов, не столь часто мелькающих на телеэкранах. Лично мое ощущение, что здесь тоже, в том числе, некоторые люди пытаются выступать адвокатами определенных политических сил. Почему есть определенные священные коровы, которых трогать нельзя. А когда мы видим, например, когда происходит судебное разбирательство в отношении оппонентов, то это происходит очень быстро. Когда же вопрос касается в отношении других людей, здесь появляются большие вопросы. Это все тормозится, проверка затягивается, ну и так далее, и так далее. Все как бы это знают. Везде есть родственники, везде свои люди. На своих они копать не будут. Это каста, это целая каста, которая пытается держать под контролем страну и информационные средства масс-медиа в том числе. Как в этой ситуации бороться с коррупцией? Я не знаю. До абсурда дошли, считает Азамат Тимиркулов. В то время как правоохранительные органы молчат, журналисты проводят расследования расследований, а эксперты обсуждают эти расследования. Так происходит потому, что коррупция дошла до седьмого этажа, уверен Тимиркулов. И систему надо кардинально менять. И, возможно, даже людей. Юлия Кулешова, Владимир Маркулов, телеканал «Апрель». Тем временем в ГКНБ официально назначили нового председателя. Им, согласно указу президента, стал Оросбек Опумбаев, исполнявший обязательства главы комитета после отставки Идриса Кадыркулова, ранее являвшийся его заместителем. Известно, что Опумбаев имеет звание полковника в качестве заместителя главы ГКНБ, был назначен в октябре прошлого года. Стали известны результаты ОРТ этого года. И если говорить о том, выпускники каких школ стали лидерами общереспубликанского тестирования, то на этот раз удивили юноши и девушки из регионов. Максимальное количество баллов 238 набрал учащийся кыргызско-турецкого лице Эльдиар Чормонов из города Джалалабад. Примечательно, что в десятку лидеров пробились всего три выпускника бешкетских школ. И они не учащиеся 61-й школы. В этом году в топ-10 вошли юноши и девушки из Джалалабада, Аша, Лелекского и Кадамджайского районов. В прошлом году, кстати, в первой десятке были выпускники исключительно столичных школ. И пятеро из них учились в 61-й школе. В этом году, как отмечается, в ОРТ приняли участие почти 43,5 тысяч школьников. Пороговый балл смогли преодолеть 27 тысяч. Ну что ж, на этом все. Вы смотрели «Вечер новостей». Читайте наши новости, смотрите наши видеоматериалы также в социальных сетях на страничках апреля. Всем хорошего вечера. Всем пока. Увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok